Сейчас, ребята, для работы я вас прошу открыть Рупитер, и мы с вами очертим проблему. Проблема страшная! Итак, большинство курсов... Да что там говорить? Бавсуновский сам много лет повелся на Луце и давал не так. Сначала начну с того. Обратите внимание, к путеводителю мы пришли к типам данных аж к двадцатому шагу. Зачем я это сделал? Сейчас поймете. Я хотел, чтобы вы поработали, начали нарабатывать свою систему работы с кодом. Да, тут восемь часов сельф, вошли в классы. Я хотел, чтобы вы поработали с функциями. И в функциях, как вы помните, мы с вами работали со строками и с числами. По крайней мере, интуитивно как-то понимали. И естественно, что начало происходить? Начало происходить, что мы начали понимать, что нам не хватает полных знаний о типах данных. Но я хотел, зачем это сделать? Чтобы вы подготовились, у вас были знания, воспринять эту информацию. Ведь она архиважна. И эту информацию, как правило, что делают на курсах? Дают в первые дни. Вот тип данных строка. И начинают новичку объяснять. Строкой можно делать то-то, то-то, то-то. Закончились занятия. Следующее занятие. Перешли к чему? Переходим. Ну, к спискам. Вот это списки. С ними можно делать то-то, то-то, то-то. Пока дошли до функций. И вообще после занятий новичок все это забыл. На самом деле, был неправ преподаватель. Да сам Бовсуновский, преподавая много лет, раньше считал, что вот, наверное, правильно вот дал луз, да, вот надо так делать. Сначала начинать с типов, а сам же в группе ребят направлял на функции, да, и потом натаскивал на типы. Научил немножко другому. Сейчас поймете, к чему я это рассказываю. И оказывается, те ребята устроились на работу, начали писать. А те, кто проходил именно так, кашу в голове. Поэтому я всю школу поправил и сделал так, чтобы это было правильно. Давайте я вас немножко помучаю, наберитесь терпения. Давайте мы пойдем по порядку, потому что тема архиважная. Итак, разрозненное изучение просто типов ведет в никуда. Какое программирование будет? Никакого программирования не будет, кроме каши в голове. Что ставит точку, что правильно. А вот откроем строки. Для начала мы к ним подбираемся очень долго, да, и читаем. Новичок, если откроет документацию, но ведь вы работали, система работы с кодами, знаете, да, то он пропустит. А среди всего вот этого здесь есть основная строка. И вот она. Строки являются примерами типов последовательностей и поддерживают общие операции, поддерживаемые такими типами. Открываем глоссарий. Читаем. Последовательность. Теперь читаем список, строка, кортеж и байты. Ну, байты кому надо, кому не надо, а вот эти типы данных мы будем применять. Давайте повторим, как мы их будем применять. Хотя до этого были уроки, но я еще раз проговорю. Итак, функции мы с вами прошли, и прошли неплохо, и будем дальше нарабатывать. Итак, у нас есть задача описать дома нашей улицы. Пусть в описании будут номера домов, пусть в описании будут цвет, и пусть будет участок, который занимают, и сколько людей. Чтобы это описать, правильно, если вы, мы не в программировании, а просто мы стали, посчитали дома, у нас 10 домов, могли там запомнить, либо записать на бумажку, первый красный, второй зеленый, третий синий, четвертый фиолетовый и так далее. Правильно? А здесь мы имеем дело с компьютером. То есть, когда мы смотрим на задачу описать дома, значит мы начинаем выбирать тип данных. Мы с вами в прошлых видео коснулись чуть-чуть, но сейчас повторим. Возьмем три типа. Первый тип данных, стринг строка, здесь последовательность символов, список, который обозначается квадратными скобками, и сюда можно разместить, допустим, номера домов. Первый, второй, третий, четвертый и так далее. Сюда можно разместить, как, допустим, список, второй, цвет домов. Или, как словарь, цвет домов, первый дом, первый номер у нас будет, первый будет, напишу так, чтобы было понятнее, синий и так далее. Второй зеленый, третий красный. То есть, да, список нам вроде как подходит. Что касается людей, сюда же в список мы можем разместить и людей, но информацию надо защитить, поэтому поместим ее в кортеж, чтобы защитить. И здесь, как строки тип данных, Иванов. Петров, Сидоров и так далее. Иными словами, понятно. Когда мы имеем дело с цифровым миром, то каждый язык имеет определенные типы данных, которые имеют какие-то свои особенности. И задача программиста выбрать тип данных для реализации задачи. По сути дела, картина складывается такая. Мы можем реализовать на функциях, то есть, пишем функции, выбираем тип данных и дальше сюда помещаем. Либо пишем класс, пишем методы, это те же функции, только с первым аргументом self. И опять выбираем типы данных и решаем, добавляем, удаляем. То есть, все производится сейчас в компьютере, то есть, при помощи языка программирования. Ведь это же не сложно, скажите, не сложно. Я еще раз повторю, насколько я хотел, чтобы вот эти операции, они очень важны. Но если мы пойдем путем номер один, как идут в большинстве курсов, это будет неправильно. То есть, начнем изучать строки, но при этом, при этом, не отдавая себе отчета, да? В чем здесь задача преподавателя? Задача преподавателя что сделать? Сейчас перестали жевать, перестали отвлекаться, сосредоточились. И впитываем истину. А истина заключается в следующем. Строки являются примерами типов последовательностей. Ребята, сейчас поймете. Заходим в документацию. Смотрите. Это документация Пандос. Новичок смотрит. Метод неважно какой. Реалик, цель, имя, заголовок, список. Что у Бовсуновского всплывает? Всплывает в памяти следующее. Список это последовательность. Значит, я могу делать следующие вещи. Могу проводить итерации. Могу выбирать элементы. Могу подсчитать. Могу применять встроенные функции. Идем в Киеве документацию. Где собака порылась, ребята? Всегда в документации отмечается. Если мы любую документацию смотрим, а что большинство людей смотрит документацию, видит фигу. А почему? А потому что базы нету. Не типы данных надо изучать. Надо понять смысл последовательности. И если мы понимаем смысл последовательности, то, видя перед собой кортеж, список, строку, мы уже знаем, четко с этим можно делать, считываем моментально. В любой документации это есть проперсис, словарь. Поехали дальше. Буль. То есть, открываем документацию Бивария еще раз. Учимся у лучших. Рассел Кейт Маги. Один из ведущих разработчиков Жанг Компетентный везде, у него есть свой проект. Открываем ТОГО. Открываем исходный код. Открываем СРС. Человек хорошо разбирается в ЖАВА. Это ЖАВА. Программисты любят так писать, но любят ПАЙТОН. Открываем КОРЫ. Открываем ТОГО. Открываем мы не раз уже открывали, допустим, ВИНДОВ. И здесь читаем ARC, ID, STR, строка. Дальше поехали. ТАЙТЛ, строка. Дальше. Позиция. КОРТЕЖ. Число, число. Но здесь я уже прочитал ИСИ КОРТЕЖ, то я четко понимаю, мы сейчас перечислим, что я могу итерировать, определять длину, извлекать элемент, применять методы и в классах применять магические методы. ВЫВОД. нам нужно разобраться в самом, самой, что такое последовательность и что с этим можно делать. А уже потом переходить конкретно к строкам, конкретно к спискам, кортежам, Потому что все эти типы данных будут поддерживать одни и те же виды операций. Ведь проще изучить принцип, и он логический, и нам не надо думать. И тогда придет считывание на автомате, чего мы и добиваемся. вот где собака порылась, вот как изучаются типы данных. Сложно? В том-то и дело, что это видео будет открытое, а с ребятами школы я вам говорил, что я хотел, чтобы мы сделали классы. Мы с вами обязательно поработаем, как я сказал, с методами GetItem. Почему? Когда мы смотрим на последовательность, то мы здесь считываем простые вещи. Итерацией мы определим отдельную тему. Но сейчас для ребят школы я говорю, а вы слушайте и думайте. Вначале в разделе подготовка я вам давал домашнее задание разобраться и самостоятельно посмотреть, что такое итерация, итератор, итерируемый объект. Сейчас сидя за компьютером, это касается участников школы, берем и перечисляем. Если не перечислить, то ребята, а хрен вы тут делаете тогда? Вот вы мне скажите. Помните, я говорил, есть базовые вещи, которые надо знать. вот сейчас я вам показываю, чтобы изучить последовательно, то есть строки, кортежи и все прочее, чтобы потом легко писать классы, легко писать классы, легко жонглировать типами данных. Надо понимать последовательности. Но если вы сейчас сидя за компьютером, чешите себе репу и вспоминаете, а действительно смотрел ли я итераторы, а это важно, это будет применяться везде. А помните, что я сказал, я часто повторяю, база это то, что не меняется. В классе функции есть итерация, она никогда не меняется, есть итерация, итератор, итерируемый объект. Базу нельзя знать чуть-чуть, базу нельзя знать много, базу надо просто знать. Если вы сейчас чешите репу, то говорим себе, садись, дурак, тримай одинку. Плохо. Плохо это не то слово, ребята, чтобы не ругаться матом, очень плохо, а чтобы еще не ругаться матом, хотелось бы сказать крепко, это сказать, ну ни в какие ворота не лезет. Ребята, одумайтесь, о каком программировании мы говорим. Если мы сейчас, когда нам понадобилось, ведь не зря, я что понимаю, что итерации нам нужны, но мы открываем последовательность, и это нам слово ничего не говорит, а это должно быть излучено. Да, мы тему целую посвятим. Делайте выводы. Следующий момент. Составляем себе к типам данных строка список кортеж, чтобы нам соображать, что можно с ними делать. Итерируемый тип. тип. Иными словами, можно пересчитать по одному. давайте нарисуем звездочки. Пусть это будут для кого-то звездочки, для кого-то камушки. После занятия объясняю. Это база. Вы ходите на улицу, и это на полном серьезе. Запомните простое правило. Действие всегда запоминается. Находите десять камушков, и раскладывайте один за одним. Длина между ними не важна. И вот встаньте и подумайте то, что мы сейчас будем говорить. Я рисую десять звездочек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Десять. Это может быть строка. Тип данных строка обозначается одинарными или двойными кавычками. Вот они, эти кавычки. Это может быть список. Тип данных список. будем подробнее методы изучать, обозначается квадратными скобками. Это может быть кортеж. Тип данных кортеж обозначается круглыми скобками. Все свойства мы потом изучим. Сейчас нам надо понять, что все эти вещи последовательности. Согласно глоссарию первое это итерируемые вещи. Открываем и убеждаемся, подтягиваем. Объект способный возвращать свои члены по одному. Относится список строка кортеж. Что здесь непонятного, да? Все понятно. значится. Получается что у нас? Чтобы нам понимать потом документацию и понимать что с этим делать, а не сидеть прочитал там, как извините меня наблюдал однажды. но не не рассказывать ладно, страшно это все. Чтобы это все считывалось, начинаем вот что делать. Первое итерация, то есть по сути дела мы дальше посмотрим, можно пересчитать по одному, вывести по одному раз, два, три, четыре, пять, то есть каждый элемент можно пересчитать по одному. Обратите внимание, если допустим в списке это записи, если мы можем по одному пересчитать, значит мы будем знать что? Количество. Иными словами, если есть итерация, всегда есть функция лен, количество элементов, у нас их десять, практически по минимуму, вот надо понимать, применяется, если у нас есть десять статей, то наверное, и вот смотрите десять, если мы могли их пересчитать, да, если мы могли знать длину, то наверное мы можем взять и допустим четвертый, пятый отделить от всех остальных, можем, ведь мы могли пересчитать, разложите, я еще рассказал, разложите камушки, выйдите во двор и подумайте, я могу пересчитать, могу, я могу знать длину, сколько камешков, могу, я могу взять допустим пятый, шестой камушек, могу, иными словами, для практики это означает следующее, я могу вывести статьи, а потом могу вывести две последние, могу при нажатии на определенную ссылку вывести только первую статью и так далее, иными словами, иными словами, здесь все это написано, итерация написана, доступ вот здесь есть, по строке, да, по строке извлечения по срезам, вот мы с вами попишем классы, да, попишем классы, почему, потому что get item, да, вот этот метод, а помните, что я им говорил, а мы с вами уже начали работать с методами, с этими, с ними надо сразу работать, а не потом, потихонечку так и пройдем, вот именно он умеет извлекать какие-то моменты, но я вам мысль, я хочу, чтобы мы с вами, ребята школы, и пописали код, ведь это может быть очень полезно потом при написании классов, представьте себе ситуацию, вы описываете улицу вашу, вот та, которую мы решили с вами описать, например, вот здесь, а теперь вы хотите нечто, дом номер 17 перекрашен желтого там на зеленый, а как это отобразить, как эти операции отобразить, правильно, вы не знаете, почему, потому что просто не знаете, но когда вы узнаете о методе get item, если вы его применили, да, то оказывается, что вы все дома вашей улицы могли бы разделить на ячеечки, и получается, что теперь к дому номер 17 вы можете обратиться и сделать с ним все что хотите, но этот метод надо понимать и научиться применять в классах, я просто к чему это рассказываю, я рассказываю, что здесь он извлекает, здесь написано get item, специальный метод, который возвращает, извлекает индексы, да, то есть через индексы, иными словами, может может извлечь допустим дом номер 17, вот он, но ребята, ведь логично, если он может для типа данных извлечь, значит наверное у вас в коде он может это извлечь, смотрите как все полезно получается, смотрим дальше глоссарий, длину мы говорили, ну и написано, что к словарям тоже относится, но он извлекает просто ключи, так как они, это не последовательство, они в разном порядке, но извлечь ключи можно, здесь пока мы вот это уберем, сюда мы не полезем, это когда итерации, я думаю, подводим итог, прежде чем перейти к рассмотрению самих последовательностей и посмотреть все это дело в коде, да, я уже специально подготовил, сейчас мы посмотрим, да, все это в коде и пропишем, чтобы нам это было понятно, и еще раз говорю, если мы уже пришли к стоп, 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 к последовательности и коснулись getItem, то надо им научиться пользоваться, сейчас, ребята, не потом, вспоминайте, что я говорил, когда человек изучает программирование, изучает, как происходит в жизни, изучает ООП, он уже изучил ООП, изучил там некое наследование, все сделал неправильно, потом он начинает думать, ах, вот пора теперь бы изучить эти страшные методы с двумя нижними подчерками, не работает, не может изучить, потому что мусор в голове, эти методы изучаются сразу, вот как мы с вами начали с первых шагов, вот с таким объяснением, как я вам объясняю, то есть на простых примерах, это задача программирования, подводим итог, итак, нам нужна практическая сторона, абсолютно любая документация, любая документация указывает те или иные вещи в каких типах, кортеж, строка, понимаете, чтобы мы не чесали репу и не думали, ну, для нас это пустое слово, после этого занятия для вас, после этих пустых слов больше не будет, прочитали кортеж и думаем, понятно, если это кортеж, я что могу делать, итерировать, я могу что делать, смотрите дальше, только это надо уже от и до, да, определить длину, извлечь срезы, применять методы, все типы данных имеют свои методы, применять встроенные функции, магические методы, все это я могу делать, это уже должно было всплыть, и любая документация начинает совсем по-другому восприниматься, совсем по-другому, потому что в большинстве своем люди смотрят документацию, смотрю книгу, вижу фигу, нифига не понимаю, а почему не понимаем, а потому что есть такие люди, которые спрашивают, а можно изучить джанго, не изучая Пайтон, ну конечно можно, конечно, конечно, конечно изучай, потом будешь говорить, ты знаешь, а я у меня, я тут точку не поставил, и вот у меня ошибка целый день, я целый день сижу в кухол, ищу, вожу запрос, я точку не поставил, а у меня код не работает, ну что это такое, безобразие какое-то, ну кто ж это придумал, это вот те люди, которые не будут изучать Питон, потому что точка или там двойная кавычка, для кого-то будет строка, а для кого-то и будет двойная кавычка, а так, конечно, можно изучать, да, да, абсолютно, согласен, не занимайтесь ерундой, есть простое понятие, когда сегодня мне вот через 11 лет, да, почему человек не пишет, потому что нет базовых знаний, что такое база в языке, база в языке то, что не меняется, что не меняется, например, устройство функции, ключевое слово, название, параметры, тело, если вы откроете Kotlin или JavaScript, там будет просто другое слово ключевое, там будет также название, там будут также параметры, и там будет тело функции, просто будут скобки, но база будет одна и та же, итератор, итерируемый, итерация во всех языках будет обозначать то же самое, это база, базу нельзя знать чуть-чуть, базу нельзя знать хорошо, базу надо просто знать, если вы базу не будете писать, то ваше программирование будет заключаться к поиску исключений, почему, потому что думать нечем, у нас нет информации для размышления, мы вместо того, чтобы думать, мы начинаем искать, а я вас учу понимать, надеюсь, мои слова до вас дошли, ребята, сейчас перейдем к коду, ссылка в описании, для, это для участников школы будет с третьего урока, начинаем потом писать все это, прописывать в коде, договорились, и вот теперь мы готовы, что сделать, теперь нам понятно, как будет выстроено этот тип занятий, цель, цель, если функции мы изучили, классы уже вошли, ну еще нам изучать, изучать, но мы четко понимаем, что оперировать в методах и функциях мы будем при помощи типов данных, значит у нас должно быть это на профессиональном уровне, значит вполне понятно, первое, что мы разбираемся, как говорили, что такое последовательность, потому что основные типы данных в Python это последовательности, это уяснив на отлично, мы уже легко подходим к изучению конкретно строк, изучаем, смотрим все это на практике, но при этом нам уже все понятно, у нас есть базовые знания для этого, мы переходим к тем же макарам, к спискам, к словарям, все, ребята, и мы пишем, чтобы вшаналовский что-то умное сказал, ну да, извините меня, но сказал, что надо базу знать, а что тут обижаться, просто относиться надо серьезно, не спешить, а спокойно делать, здесь написано у меня, если написано, значит оно так и есть, система номер один, вот на эту номер один я и подтягиваю курсы, чтобы писали все и пишут все и понимали все какая моя сильная сторона абсолютно верно я могу объяснить кому-то нравится, как я объясняю, кому-то нет, но не нравится выключи видео, ну а кто поделает оказывается понимаем, оказывается пишем, оказывается все просто, да, все сложные вещи состоят из простых, spb.retout.ru ну, а ребята школы, что делают, кто делают выводы, кто не изучил итерации, перед дальнейшими уроками сначала идем и роем, итератор, я не говорю сейчас знать все, итератор, итерация, итерируемый, это относится ко всем языкам, наизусть, на зубок вышли, камни положили и по одному один подняли второй, третий, это что я делаю? Провожу итерацию, вот так делайте, ребята, чтоб запомнило, чтоб понимать, что вы делаете, а то доходит до абсурда, мы говорим о каком-то языке, когда спрашиваешь, а чем отличается интерфейс абстрактного класса, и застреваем на месяц, а объяснить можно за одну минуту, говоришь, квартира это интерфейс, город это интерфейс, вот так, ладно, разберемся во всем, так, для ребят школы особо, значит, еще вам дополнительное домашнее задание, открываете, набираете киви и просто листаете документацию, что, какая задача от вас сейчас требуется, согласно вот этого материала, который мы прошли, и еще не написав даже код, но вы четко понимаете, что строка это две одинарные двойные кавычки, список это квадратные скобки, кортеж это круглые скобки, постарайтесь документации сейчас обращать ваше внимание на данный момент, не важно, пока даже смысл не понимаете, надо, чтобы отложилось, глаз цеплялся, за что, старайтесь увидеть, где идет обозначение как здесь, кортеж, тайпл, то есть это есть везде, в каждой документации, просто надо набрести, откроем киви, сейчас посмотрим, конструктор, так, и вот уже видим, видим, да, раз, список, и что мы делаем сейчас за компьютером, правильно, 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 смотрим на разложенные камешки, кто смотрит, и сразу сейчас ваша задача пока общая, до кода мы не дошли, будет в следующих уроках код, говорим, а что я могу сделать со списком, уже четко понимаю, я могу со списком сделать, итерировать, то есть пересчитать по одному, я могу извлечь элементы, я могу все, что мы повторяли, попробуйте, посмотрите, все это везде, и везде в документации указывается именно так, только, знаете, как пишут, ой, там документация слабая, ничего не написано, ну, правильно, мы же будем тут для добылов писать, это даже, знаете, что, извините меня, даже не хватит и десятитомника, разработчик же не будет описывать, здесь у нас вставляется, у нас принимает список и дальше перечислять, а список, это значит, можно проводить операции, можно то, 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 нет уж, ребята, здесь задача программиста знать базу и это считать, и это должно считываться, как мы говорили, это база, это должно считываться по взгляду, правильно, значит, что делаем, на этой теоретической части, мы пытаемся понять, понимаем это, сейчас, в следующих уроках, мы проделываем код, код уже будет на сайте spbtv2.ru в разделе с нуля и закрепляем, а вам еще проделать по каждому моменту, чтобы по этим занятиям достичь 400-500 строк кода, и запомните, ребята, не хотите потом смотреть большими глазами, то вот эти вещи делайте на отлично, потому что, ну, еще раз думайтесь, уже говорю, как для детей, да, что структура вашей программы будет класс, метод, а дальше вы будете проводить операции, работать с типами, в данном случае, если согласны нашей задачи размещать номера домов, цвет домов, выбирать тип данных, где-то, ну, у меня такой, такой стиль преподавания, кому-то он доходит, кто-то ненавидит, ну, тут уж извините, постраиваться не буду, зато все понимают, молодцы, ну, все, до следующих встреч, да, ребят, ну, программировать будете все, только надо немножко усилий приложить и не торопиться, быстрее не будет, надо просто делать хорошо.